здравствуйте дорогие друзья сегодня речь пойдет об еще одном очень интересном сооружении сейчас она называется церковь воскресения словущего в головеньках и располагается соответственно в селе головеньки что в тульской области примечательного тут то что помимо архитектуры довольно необычной для храма это здание было помещичьей усадьбой когда я еще учился в школе во времена ссср нас возили сюда на экскурсию и показывали в каких хромах жил барин в то время как крестьяне ютились в жалких лачугах подчеркивая это возможно то было просто советская пропаганда и никакой барин тут никогда не жил но помню нам раздавали даже буклеты где именно это здание значилось как усадьба помещика но буклет этот за давностью лет не сохранился а упоминание в интернете о том что это именно усадьба найти не получилось тем более что на картах яндекса и на сайте собора.ру это здание уже обозначено именно как храм поэтому друзья мои так как нет возможности доказать обратное то пока будем считать что это на самом деле церковь и не будем гадать а просто посмотрим на все своими глазами поездка к этому объекту состоялась в июле 2018 года совместно с евгением ведущим канала разгадки истории на его канале также вышел фильм про это здание не забудьте посмотреть а мы читаем краткую официальную историческую справку 16 веке головинки были сторожевой заставой засеченной оборонительной черты вот как об этом говорится в росписи тульских укреплений за 1638 1641 годы деревне головинки съедшая грань малиновой засеки с орловской засекой верх речки воздрема постепенно сторожевая застава превратилась деревню а потом село головинки владения в селе головинки ныне щекинского района принадлежали роду хребковых с 1668 года в 1856 году после смерти хребкова петра федоровича здешней помещицей была крюкова гребина васильевна по мужу булаева в 1905 году земля в головинках принадлежала двум помещицам хребковой и медведковой около 910 по межимым документам 1770 годов сохранившимся в тульском областном архиве в тульской губернии находилось большое имение великого русского полководца фельдмаршала петра александровича румянцева задунайского годы жизни которого 1725 1796 по его имение входило много сел в том числе и часть села головинки одним из владельцев села головинки наряду с хребковыми во второй половине 18 века был генерал потемкин ближайшее село потемкина его имение про него также будет потом рассказ первое образовательное учреждение селе появилась 17 октября 1861 года это была земская школа на ее открытии присутствовал лев николаевич толстой первым учителем в школе стал бывший студент казанского университета сердобольский в 1894 году была открыта церковно-приходская школа на средства помещицы булаевой согласно переписи 2010 года население села составляет 39 человек а теперь обратимся к уже знакомой нам книги приходы церкви тульской епархии извлечения из церковно-приходских летописей издания тула 1895 год вот что там сказано село головинки находится в 25 верстах от тулы в 20 верстах от крапивны и от станции ясинки московско-курской железной дороги 7 8 верстах приход кроме села составляют следующие селения сельцо кривцова сельцо воздрема и сельцо малахова местность всего прихода вообще гористая есть и небольшие леса кустарники ручьи и маленькая речка с какого времени существует приход неизвестно равно как и неизвестно и то почему он носит такое название прихожан мужеского пола 900 человек женского пола 957 человек в приходе два храма один деревянный и уже ветхий а другой каменный первый построен в 1744 году на средство помещиков чулковых и освящен во имя воскресения господня при всем храме с незапамятных времен и доселе находится поселок одного только приходского притча по преданию храм этот был небольшой и первоначально существовала только настоящая церковь колокольни же не было и колокола висели на двух столбах но в 1825 году этот храм был распространен западной страны были пристроены трапезная и деревянная колокольня на средство помещика ольшамовского и двух сестер девиц дворянок бырдиных и вся церкви была покрыта железом с течением времени внутренняя часть храма была возобновлена несколько раз но в 1889 году колокольня за ветхостью была уничтожена а колокола перенесены были на колокольню каменного храма второй храм каменный однопрестольный во имя того же священного события отстоит от деревянного храма и места жительства притча в двух с половиной верстах к построению этого храма приступлено было в 1856 году в сельце головеньках имени и бывшего помещика хребкова пожелавшего иметь храм вблизи своего дома но за смертью храма строителя он оставался неустроенным до конца 1856 года когда наконец в построении его приняла участие помещица крюкова по другому мужу булаева который достроил этот храм и украсила внутри на собственные средства хотя и не без участия прихожан в 1866 году 13 сентября этот храм был освящен со временем он подвергался разного рода поновлением главным образом внутри в 1878 году храм был сделан теплым а в 1890 году устроена была каменная колокольня притч состоит из священника и псаломщика он получает процент из капитала 218 рублей земли усадебной и полевой 89 десятин с 1881 года приходит существует земская школа конец кратко официальной исторической справки друзья сразу отмечу важные моменты в официальной информации на которые стоит особо обратить внимание первое как всегда неизвестно с какого времени приход существует второе прихожан около двух тысяч человек далее вы увидите размеры храма и прошу вас задаться вопросом как они могли уместиться внутри во время церковных праздников третье деревянный храм в 1825 году был крыт железом в официальной информации не уточняется было это прокатное или листобойное железо просто говорится как факт что оно было то есть его изготовления проблемой не было четвертое в 1878 году храм сделан теплым возникает логический вопрос а почему не сразу не догадались или не нужно было пятое у села главенький на протяжении всей его официальной истории кроме времен ссср было одновременно несколько хозяев шестое каменная колокольня была устроена в 1890 году а колокола на нее перенесли уже в 1889 году седьмой момент земская школа при участии льва николаевича толстого была открыта в 1861 году или все же 1881 опять разница в 20 лет тут подчеркиваю что эта школа стоит прямо возле нашего храма а в 1894 году была открыта церковно-приходская школа друзья не кажется ли вам что две рядом стоящие школы это перебор тем более для небольшого села на наш взгляд это была одна и та же церковно-приходская школа но советское время ее назвали земской так как вы ее открытие принимал участие толстой а отношение толстого с церковью в конце 19 века нельзя назвать гладкими более того само здание земской школы это чистый водын в отдел но официально открыта она была на пять лет раньше чем сам храм конце фильма будет несколько фотографий этой школы а полная коллекция фотографий с этого места будет доступна в описании под фильмом на youtube канале неофициальная история ну а теперь прежде чем мы будем смотреть на здание изнутри давайте взглянем на карту местности а точнее на дорогу самое первое на что мы обращаем внимание это поворот дороги совершенно очевидно что она поворачивает прямо перед храмом и старинная дорога вполне могла проходить мимо нашего здания и далее через село но не это самое главное гораздо интереснее другого вот этот непонятный угол на дороге ведь логически гораздо правильнее сделать дорогу прямой тем более что ландшафт позволяет и грунтовая дорога здесь имеется но сделан почему-то такой крюк если продлить эту дорогу по прямой дальше в обе стороны то ничего явного мы не наблюдаем стало быть провели эту дорогу либо по древнему сооружению либо намеренно в обход чего-то но чего именно а вот приблизив карту мы видим некий объект который который называется геоглиф причем как на карте яндекса так и на карте гугла его четко видно и что интересно этот объект практически симметричный то есть если его перевернуть вверх ногами то получится то же самое друзья я не специалист в геоглифах вполне возможно что это просто новодел и какой-то пьяный траекторист от нечего делать вырисовывать узоры ориентируясь по спутниковому навигатору если вы знаете что это такое то прошу вас написать в комментариях и подтвердить или опровергнуть мою догадку а мы наконец приступаем к осмотру самого здания это южная сторона вид характерный для какого-нибудь районного дворца культуры друзья тут хочу сразу пояснить что согласно канону алтарь храма обустраивается на восток а вход в храм осуществляется с противоположной то есть западной стороны перед вами типичный план христианской церкви с восточной стороны полукруглый алтарь затем в центре основной объем храма затем трапезная иногда западной стороны воедино с церковью строят колокольню да все это строится ну или точнее перестраивается в разное время но в итоге получается примерно такая конструкция глядя на которую становится примерно ясно где что находится и какой стороной храм обращен на восток в нашем случае мы имеем такой вот план и пока я вам не скажу где именно тут восточная сторона понять с какой стороны алтарь невозможно позже мы еще вернемся к этому плану а сейчас смотрим далее традиционно огромные дверные петли вставленные в камень на моей памяти было всего два случая когда такие петли стояли сразу в кирпиче первый это в храме на берегу красивой мечи и второй в одном из домов в историческом центре тулы про этот дом будет рассказ серии фильмов о тули следующее на что обращаем внимание это внизу стена по периметру обложены камнем для имитации фундамента такое встречается вообще постоянно и не только у храмов скажу более еще ни разу не видел чтобы такой камень перекрывал всю стену каждый раз это просто декорация которую я называю псевдофундамент а вот это вообще шедевр огромные ворота наверху это реально ворота как по высоте так и по ширине возможно камеры не передают пропорций но грузовой автомобиль свободно проедет через эти ворота будь они на земле обратите внимание это западная сторона а вот как выглядят эти ворота уже изнутри внимание на размер окошка каких размеров это окно северной стороны портика с колоннами нет но торчат стяжки которые как бы намекают что он тут был тем более если старая дорога проходила через село то парадный выход на дорогу вполне себе уместен а теперь возвращаемся к нашему плану красивые портики с колоннами с севера и юга для входа здания а западной стороны на уровне современного второго этажа ворота и маленькая дверь под ней конечно это так строили и иногда в канонах можно делать исключения но особенно если переделка дело дорогостоящее и долгое смотрим далее на окнах имеется четверть значит оконные рамы предусматривались изначально вставленный металл это крепление кованых решеток судя по качеству кирпича вокруг его вставили при постройке далее мы увидим эти решетки заходя внутрь сразу видим многочисленные попытки переделок например вот эта ниша раздолблена вверх тут была арка но это было не окно а именно ниша кстати тут есть технологический проем внутри стены причем он проходит в нишу сверху и уходит вниз и этот проем не пробит а сразу выложен при возведении стены а так а а а а а а а Поверху мы видим два ряда закладных под стропила, а вот они уже выдолблены позже возведения стены, прямо по готовому. Это помещение в церковной терминологии называется апсида, то есть тут должен располагаться алтарь. Но обращаю ваше внимание, что это помещение не округлое, как обычно мы привыкли видеть алтарь, а помещение имеет четкие углы. Внутри высоких и широких арок видны стяжки. Здесь обращаю ваше внимание, что пропорции высоты и ширины арок явно не соблюдаются. При такой ширине эта арка должна быть раза в два выше. Крыша над всем зданием, как вы уже успели заметить, деревянная. По словам местных жителей, купола здесь никогда не было, и такая крыша была всегда. Обычная крыша, как над обычными домами. Мы сейчас находимся в главном объеме храма. Поражает огромное пространство вверх по всему зданию, за исключением его восточной части, которая апсида, и западной, в которой ворота. Кстати, если это алтарь, то здесь основной объем, а где тогда трапезная? Здесь, где ворота на втором этаже? Или это уже притвор? Как-то не по канону, без трапезной-то. Возвращаясь к вопросу о количестве прихожан в церковные праздники. Как в этом храме разместить две тысячи, да даже тысячу человек? Разве что в два яруса. И то все не поместятся. Видимо, те, кто выдалбливал закладные отверстия под стропила, думали так же, когда делал перекрытие на второй этаж. Эти отверстия присутствуют по всему периметру, прямо над окнами, а также на колоннах. А вот и выдалбленные после постройки штробы для дымохода, вверху стены. Согласно официальным данным, храм был сделан теплым в 1878 году, а освящен в 1866 году. А строительство начато аж в 1856 году. И что? Неужели за эти 10 лет, пока храм строился, никому в голову не приходило, как в нем будет зимой? Или просто раньше отопление не требовалось? Причем, сейчас вы сами видите, дымоходы или какие-то технологические каналы все же есть. И устроенные эти каналы явно были при постройке зданий, а не пробиты позже. Тогда возникает другой вопрос. А почему нельзя было их использовать сразу в качестве дымоходов? И зачем потребовалось ждать 12 лет? Ведь как мы видим сейчас, эти каналы закопченные, то есть их в конце концов стали использовать в качестве дымоходов. А то, что мы видели, продолбленные в стене, это их расширяли. На мой взгляд, ответ очевиден. Это здание не построили в 1856 году, а нашли. И обустроили, как смогли, на первое время, в качестве храма. А когда в 1878 году начали делать ремонт, то и обнаружили в стенах этих технологических каналов, которые и решили использовать в качестве дымоходов, чтобы сделать теперь уже храм теплым. Пол внутри храма укатан асфальтом, под которым находится песок. Что там находится ниже, без специального оборудования сказать невозможно. Асфальт местами просел и вздулся. В некоторых местах видны следы кирпичной кладки под асфальтом. И вот, асфальт просел вдоль стены. Кладочная смесь стен и звездковый раствор. Обращаю ваше внимание, размеры кирпича даже чуть меньше современного стандарта. Друзья, запомните этот момент про кирпичи. В одном из последующих фильмов я расскажу, что это значит. На самом деле, момент очень важный. Также хочу отметить, что на внутренних стенах присутствует копоть. Он чем-то похож по размерам на стандартный, но он какой-то... Ориентация по сторонам света правильная. Вопрос о том, была ли на самом деле колокольня, оставляем открытым, так как нам не удалось обнаружить следы ее присутствия. Также внутри храма мы не увидели следов фресок, а в архитектурном оформлении ничего, что связано с религией, ну там выложенных из кирпича крестов и прочего. Однако, считать это здание храмом можно вполне, ведь согласно тому же церковному канону, храмом может считаться вообще любое здание, где собираются верующие. Поэтому храм это или нет, на данный момент даже не так важно. Гораздо важнее, чем было это здание, пока не стало храмом. Друзья, пишите ваши мысли в комментариях. А я на сегодня с вами прощаюсь. Впереди нас ждет еще много интересного. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok